Исторический опыт показывает, что как только рейтинг аппаратарного рейтера начинает падать, то поднять его чисто экономические политики уже невозможно. Никому это не удавало. Поднять свой рейтинг Путин может лишь снова благодаря успехам на добрище собивания земель. Именно за этой причиной он неожиданно обнаружил реальную опасность экскалации конфликта на Бонбассе. Владимир Путин неожиданно заявил, что существует реальная опасность оборудования от ситуации на Бонбассе. Серьезное заявление. Что произошло такого, что посадило Путина сделать такой вывод? Казалось бы, нет оснований для такого мрачного прогноза. Ситуация вполне стабильная. Однако причина, конечно, существует. И она крайне серьезная. В чем же она заключается? Ответ дает график, который показывает, что рейтинг доверия Путину резко обвалился после объединения о радикальном повышении рейтингового возраста в России. Назвали перейтинговые раконы. В чем причина этой реформы? Очевидно, Российский режим заблаговременно готовится к наступающему клинику, который обвалит цены на американские индусского отскока уже не был. Бюджет надо ранее балансировать. Этой же целью служит и повышение ставки МДС. Другими словами, ситуация российской экономики уже такова, что более подержать общественный договор и своими подданными, вы не имеете в виду мою политику, а я обстречиваю вам сносную долю мою жизнь. Путин в уеме в состоянии. И это немедленно опалит в действии интервью рейтингов. Кроме того, Путин не исключает, что в течение года полтора его самый ценный актив, Дональд Трамп, будет стороной от власти в порядке Индичинга. И тогда на России виноватся волна ориентных санкций, а не космических, которые по-настоящему попали в труп и весь фондовый рынок. На этой причине Путин заранее и срочно вышел из американских обстрадов. График также показывает, что путинский режим с большим трудом смог преодолеть протестные движения 2011-2012 годов только за счет аннексии Терема, что вызвало в России, в детстве и Пареи. Уже тогда в период протестов на Болотной Путин был в большой опасности. Не смог отстрелить внимание общества с отыранием земли. Сейчас эффект крема уже исчерпан, а эффект анбаса, похоже, вообще не пошел, за счет в силу отсутствия завершенного положительного результата. Ситуация, когда рейтинг Путин опускается ниже 50%, просто невыносимо для всего режима. Запустить это просто невозможно, потому что вся конструкция завязана на путине сверхчеловека. Сразу же начинает слопываться, как слопывные десятки подобных авторитарных режимов в высшей классе. Исторический опыт показывает, что как только рейтинг авторитарного лидера начинает залипаться по экономическим причинам, то поднять его чисто экономической политикой уже невозможно. И кому это не удавалось? Не удастся это и уже и тут же нет. Цены на них больше расти не будут, а экономическая модель России настолько бесспективна, что экономика уже стандирует в 50-х лет и в 2008-х годах. Почему здесь нет и выделенные состояния? Сколько бы заклинаний и необходимости инноваций он не делал. Поднять свой рейтинг и как следствие осуществить предпочтительные права на фарсии, Путин будет личного благодаря успехам на собрящих собраниях семей. Именно при этой течении ВВП неожиданно обнаружил реальную опасность экскалации кондитивного Донбасса. Он заранее готовит общественное мнение. Следите за рейтингом Путина. Ниже 45% это немедленная война на Донбассе, которая должна выставить подъем патриотизма и отвлечь основным проблем. Нет искусственно другого пути сохранения судьба. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...